Доброго времени, дорогие охотники за орхидеями и любители экстремального комнатного цветоводства! Покупка орхидеи в магазинах – процесс крайне заманчивый, но схожий с лотереей. Никогда не угадаешь, что же там внутри горшка. В комнатном цветоводстве нам сложно создать необходимую влажную среду для оголенных корней орхидеи – сосновая кора. Практически универсальная древесная порода и прекрасный материал при составлении инертного грунта для выращивания орхидеи. Использование сосновой коры позволит выстроить оптимальный температурно-влажностный баланс субстрата. Температура внутри слоя сосновой коры остается стабильной даже при заметных колебаниях температуры окружающего воздуха. Сосновая кора долго не перегнивает, а в ней постепенно происходит процесс испарения влаги, что сокращает число поливов. В современном ритме жизни в природах и общей занятости это особенно актуально. Сложно недооценить свойства сосновой коры поддерживать увлажнение субстрата в засушливый период. Предохраняя виламин от разрушений, от перегрева и активного солнца. Сосновая кора сама по себе экологичный материал и полностью готовый субстрат. Значительно сокращает срок уплотнения грунта, делая субстрат воздухопроницаемый. Сосновый субстрат активизирует развитие благотворных микроорганизмов. Для меня самостоятельно собранная и выбаренная сосновая кора источник приятного смолистого аромата. При грамотном поливе аромат надолго сохраняется в субстрате. Используя природный материал сухой сфагнум и живые мхи, мы сделаем субстрат еще более воздухопроницаемым и рыхлым. Помимо прочего, сфагнум обладает антибактериальными свойствами. Перед использованием я провариваю его в течение 5 минут, хорошенечко отжав, просушиваю. Внутри субстрата сфагнум удерживает влагу, напитывая губку виламена в засушливых условиях квартир. А вот живые мхи в моем случае я собираю с остатками хвойной трухи после первых заморозков. И дополнительно промораживаю в неотапливаемом помещении летней веранды. Следующий компонент древесный уголь в изобилии присутствует в магазине. Является прекрасным абсорбентом и природным антисептиком. Крупная фракция березового угля незаменима для экзотов в комнатном цветоводстве, представляя собой дополнительный дренажный элемент и хорошо осушает избыток влаги при поливе, предохраняя виламен от корневой книли. Мелкодисперсной пылью березового угля можно продезинфицировать средства корнях и стеблях растений. Горшки для постоянного жительства орхидей широко представлены на рынке товаров для комнатного цветоводства. Их выбор зависит скорее от наших вкусовых пристрастий и общей концепции декорирования помещений. Неизменными требованиями остается лишь хорошая устойчивость сосуда, обеспечить которую можно, утяжелив нижнюю часть, для чего вместо привычного дренажного керамзета я использую кварцевые или жидоитовые галыши различного размера и многочисленные отверстия, обеспечивающие хорошую аэрацию. Нехитрые и доступные компоненты для создания идеального субстрата орхидеи фаленопсис. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хеллинг и ставьте лайки. Терра Хеллинг и ставьте лайки.